ну что же здравствуйте мои маленькие любители самоделок как таковых воеве виктор это мастерская скала и вот в общем то руки дошли по просьбам трудящихся я показываю вам станок сделаны своими рубками на котором вот лично я полирую полирую наши украшения после гальванического меднения они как правило поступают на этот станок в чем смысл вообще у меня был готовый полировали станок шлифовальный полировальный тут же в нем же еще и гравер был строен made in china конечно же откуда же еще но но в течение эксплуатации по моему года два он у меня пожил даже меньше он вдруг сгорел ну естественно разобрал что делать медь ушла в работу корпус отложил а потом почему-то так подумал а что если насобирал подручные материалы вот движок от стиральной машинки конечно же завалялся неподалеку насобирал базу трубу от забора это вот например два защитных кожуха отточила боковые кто знает он даже видно выемку приварил к ней столб от забора вырезал здесь паз приварила в трубе вот эту вот основу саму то есть вал подшипники внутри все осталось разница только в том что если мы сюда перекувыркнемся на самом роторе я раз проточил пазик что получился таки шкивчик камера не настраивается зараза вот и перекинул это все дело ремнем к движку прямо вот и соответственно двигатель он маломощный но для полировки словки более чем достаточно также к этому движку вот советскую кнопку использовал их 100 лет уже наверно то есть вот все это работает биения в принципе нет это вот здесь вот этот вот латунный советский тоже шлифовальник он на деревянной базе достаточно его насадить очень трудно на живую скажем так чтобы идеально ровно было но оно не беспокоит несколько вот значит здесь был изогнут как и правильно называют ну назовем не знаю болт с резьбой изогнул его в дугу шпилька извиняюсь шпилька до изогнул его в дугу и на уголок сам движок фиксируется опять же можно менять его положение верхний слева права неважно потому что бывает ситуации что ремень очень сложно подобрать это вот от ваза какого-то и просто вот хотел сначала намертво привык потом подумал нет не стоит и не соответственно использовал вот такую вот фиксацию держится надежно еще вот за три года ни разу не развалилась ничего не сломалась там до неустойчиво конечно но вот это вот база это когда-то работал на кухнях вырезали под мойку столешках вот этих вот дисков я себе натаскал гору целую вот к нему прикрутил основу и случае чего просто придавливаю ногой и все летом я его выношу на балкон на лоджию то есть и работаю полирую там на воздухе меньше пыли меньше грязи в помещении вот оборачиваю пространство вокруг старой простыней которая улавливает все вот эти вот частицы и они все так иначе скатываются вниз и вот сюда вот здесь как правило подставляю либо ведерко в отдельных случаях либо вот такая самоделка пылесос можно сказать вакуумный вот вот-вот-вот в общем-то старый пылесос убитый получается вот такая вот система вполне добротно все устраивает вообще я его планировал строить именно вот эту часть вот шкаф чтобы она была шкафу с вытяжкой все как полагается но потом подумал блин не со шкафом же таскаться конце концов тем более я вот как правило со станками камнерезным я их вот уже встроил намертво в столешку вот эту бывшая витрина из магазина то есть я в нее строил все три станка по камнерезному оборудованию на одной вот такой площадке квадратном метре получается что все операции выполняются вот значит сейчас вот буду полировать вот это все это все буду полировать а после полировки велика вероятность что я наверное его разберу проведу ревизию то есть помою почищу и где надо как говорится промажу посмотрю как там что как двигатель себя чувствует потому что движок я планировал опять же защитить немножко какой-то корпус кожух ему сколотить но так руки не дошли кстати забыл сказать движок он не намерто фиксируется он вот на пружине висит чтобы ремень испытывал натяжение но не сильно поэтому ремень он в общем то вот сейчас вот он допустим провисший такой вот средней на тяжести но это вполне нормально чтобы он проходил сейчас оттруга кстати подсвет включу вот прервал съемку чтобы фонарь включить то есть вот оно как идет проточенный ротор прорезанный слегка сам столб чтобы ремень свободно ходил и вот такой вот крепежек как бы ничего лишнего здесь собственно говоря все из подручных материалов свет гасить не хочет почему-то да ладно кожухи вот эти вот из пластиковых ведерок не майонезные которые побольше там не кто-то там соленья кто-то еще что-то возит не знаем мне просто так они валялись я их использовал вот в общем то и так вот получается станок полностью устраивает полностью удобен самое главное удобен мобилен переносной и не расходы минимальные только расходник это вот диск полировали меня и все изнашивается а так вообще нареканий в принципе к нему нету в плане времени работы я тоже не жалуюсь могу часами работать ну принципе по движку слышно это все еще советский движок и стиральной машинки по движку слышно когда он перегревается он начинает как бы чмокать скажем так и в это время конечно же я останавливаю работу даю ему немножко остыть отдохнуть отдышаться хотя опять же в планах планах помимо вот корпуса сделать туда вентилятор наверное даже на 220 вольт тоже советский вот чтобы он его обдувал и попутно охлаждал как-то так вот поэтому кому нравится ставьте лайки я думаю идея добротная если кто-то допустим себе для мастерской для гаража у кого место ограничено по моему проще и лучше не придумаешь что-то подобное я видел в интернете не спорю да я не то чтобы как бы идею там украл взял нет я просто увидел но сделал по-своему вот и все поэтому но здесь ничего нету просто меня просили снять этот ролик на чем полирую вот я и снял надеюсь на все вопросы ответил если вопросы еще есть пожалуйста обращайтесь с удовольствием отвечу поэтому пока пока всем добра творите и дано вам будет удачи а и Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»